Приветствую вас, дорогие друзья! Это видео по барахолочке на этой неделе выходит чуть позже. Не успеваю я прямо день в день выкладывать. Была я в субботу со своей подругой на барахолке. Но видео вы, скорее всего, увидите уже в понедельник. И вот хочу вам показать первое приобретение, которое мы сделали. Это кофейный сервиз фабрика Кольдец. На нем прямо на русском языке написано фарфор из ГДР. И название мануфактуры тоже на русском языке. Состояние даже не сервантное хранение, а хранение, я бы сказала, складское. Потому что на вот этих вот всех элементах от сервиза прям была вот бумага родная в упаковке. Видите, как глазурь абсолютно идеальная. Майсонские букеты. Видела я несколько оформлений в интернете. Таких сервизов. Ну вот, мне кажется, на мой взгляд, это самое красивое. Думаю, что нам повезло. Значит, идет 6 чашечек, 6 блюдец. И такой сливочник маленький. Видите, с двух сторон такие большие букеты. Такой есть немножечко рельеф на каждом элементе. Кофейничек такой лаконичный. Ручка очень удобная у него. Видите, как позолото, как сохранилось. Вот прям по позолоте видно, что это новое-новое. Крышечка тоже, видите, вот эта вот веточка голубых цветов. Вот, и еще позже мы купили. Я купила вот эту чашечку. Пока еще не смотрела, кто производитель. Но думаю, что я найду, конечно же, на просторах интернета информацию. Видите, она без клейма. Думаю, что это детский набор. Такое делали и наши, и из ГТР, и из Чехии. В Советском Союзе продавался. А вот Алена купила такое блюдце. И здесь есть клеймо. Это долбыш 50-60-е годы. Ну, они подходят друг к другу. Вот такие коричневые цветочки. И вот эта лошадка. Вот такая миниатюрка. Напоминаю, что все вещи, которые мы покупаем для себя, вы можете выкупить у нас. Информацию я оставлю телефон, вайбер, ватсап и мой инстаграм под видео. Вы можете мне туда написать, либо позвонить. И мы с вами договоримся и по цене, и по условиям пересылки. К сожалению, в субботу две трети отснятого материала не сохранились. Возникли технические проблемы. Но кое-что все-таки я вам покажу. Одной из первых покупок было вот эти вот два предмета из карамельного стекла для зрительницы. Интересные вазы. Кувшины советские. Видите, этот без ручки как-то похож, да, как раньше были керамические. Интересно. Вот эту вот зеленую вазу Берц купила при мне зрительница. Спасибо огромное. Очень приятно, когда вы подходите, говорите о том, что вы смотрите мои видео. И, кстати, в этот день, в субботу, было такое достижение 10 тысяч подписчиков на канале. Хотя постоянных зрителей 45 тысяч. Так что не стесняйтесь, подписывайтесь. Кто еще не подписан, но постоянно меня смотрит. Вот эта игра городки меня также заинтересовала. По-моему, городки называется. Если я ошибаюсь, вы меня поправьте, пожалуйста. В родной коробке. Не знаю, могло бы это заинтересовать моих зрителей или нет. Вот такие вот вещи. Вот еще тоже одна из моих покупок. Это ковер. Плюшевый, если я не ошибаюсь, он называется. Состояние прекрасное. Вот я решила его приобрести. Сейчас, конечно, покажу вам поближе. Не знала, как вам его показать дома. Но вот расложила у себя на диване. Состояние у ковра, как я сказала, идеальное. Вот его купили. И я думаю, что вообще никак не использовали. Думала, что эта сказка может быть колобок или какая-то другая сказка. Но здесь вот просто леса в шикарной шубе. Калина, лес. Но я думаю, что вот грибы это было решающее. Что меня подтолкнуло к покупке этого ковра. Белочка. Ну, как-то вот мне показалось, знаете, такой не наивный какой-то вот сюжет. Все-таки бывали там попроще. А тут вполне так, ну, вот мне понравилось. Для тех, кто оформляет интерьер. Вот в каких-то 50-х, 60-х годах стиле. Я бы использовала. То есть, если он не будет выкуплен. Я с удовольствием оставлю себе что-то придумаем. Видите, в идеальном состоянии бахрома. Он, когда использованный этот ковер, более тусклый. И сам материал. И бахрома, видите, с обратной стороны, ни пятнышка, ничего. Я, конечно же, выстирала уже все здесь. То есть, от пыли. То есть, вот этот глянец, он не потерялся. Ну, вот такой ковер вы тоже можете для себя приобрести. Второй ковер я тоже купила. Но этот был в использовании. Ковер я вам его покажу немножко позже. Я его выстирала. И мне там немножко нужно его отреставрировать. И, кстати, напишите, интересно ли вам будет видео по текстилю. Также я купила и вот эту скатерть. Тоже сейчас вам ее покажу поближе. Это производитель Орша. Белорусский лен. Покажу вам ее уже как смогу. Она огромная. Она двухсторонняя. Вот, посмотрите, как она отделана. Это, конечно, качество не сравнится с тем, которое даже делают сейчас. Видите, с другой стороны она такая желто-горчичная, яркая. Вот, видите, бирка. На бирке написано БССР, Ордена Ленина, льнокомбинат Орша. И размер скатерти метр семьдесят на два с половиной. Девяносто два процента льна. И восемь процентов лавсана. Вот родная бирочка. Сейчас вам покажу с более яркой стороны. Очень плотная ткань. Блен это, конечно, вечная ниточка. К сожалению, не отображает камера яркость цвета. На самом деле, гораздо ярче цвет этой скатерти. Тоже, кому нужно, пожалуйста, обращайтесь. Наконец-то мне попался вот такой сливочник от Сервиза, который я собираю. Сейчас покажу все элементы, которые у меня есть. Их, конечно, не так уж много. Но, тем не менее, кое-что уже становится похожим на Сервиз. Вот какой собрался комплект. Первое, что я когда-то приобрела, это были два блюдца. Я их купила у одного продавца. Я тогда еще не знала о существовании такого Сервиза. Но, конечно, вот сразу меня очаровали эти блюдца. Вот эти букеты. Здесь такая хитрая роспись на них. Дальше я поменяла когда-то супницу вот на эту сахарницу. Вот такая крышечка. Здесь более мелкие букетики. Синий цвет, крытья такой красивый. Ну и вот сегодняшнее приобретение. Это сливочник-молочник. Если вы обратили внимание, видите, здесь есть вот такие капельки пастой. И все предметы, как ни странно, второй сорт. Вот из трех разных источников все это было куплено. И обратите внимание, здесь разные букеты. А на блюдцах, кстати, один вот цветок больше походит на букет от сливочника. А второй цветок походит на букет от сахарницы. Но, скорее всего, что это от разных сервизов. Я когда-то считала, или четыре, или пять вариантов букетов делали на этом сервизе. В связи с появлением молочника уже не хватает места на полке, потому буду делать немножко перестановку. И, наверное, я покажу вам в одном из видео. Барановка старенькая. Интересная. А кто тут изображен, не знаете? И сколько она? Триста. Очень интересная ваза. И русская почему? Сорок. А такой клоун? Двести. Он реставрированный, нет? Не знаете. И он, смотри, какой ларец. Ларец. Мария Медичи. А такой ларец сколько? Сейчас я достану. Сейчас я достану. Сейчас я прям достану. А нет. Дайте его. Ну да, если можно. Сколько он стоит? Двести. Все по двести, да? Ну, это двести, это сто пятьдесят, это сто восемь. Ну, все, что мне нравится, все по двести. Ну, было двести пятьдесят, но я уже говорю так, что... Интересно, интересно. Интересно. А вот эти тарелки, это Кузнецов или это ранние советы? Белененькие. А точно один к одному, как Кузнецу? Да, вообще. Первый раз вижу, что это какой-то иностранный производитель. Что там написано? Чей номер будет? Да? Англия вообще написано. Англия, да. Ну, получается, Кузнецов либо была куплена, да, вот эта вот форма и декор, скорее всего. Я не почем. Двести пятьсот. По двести пятьсот. Я типа восемь пятьсот. Это дерево, да, вручную расписано. Тоже интересные вещи. А можно тоже одно? Ну, так возьми этот самый, спиртовой маркет. Спиртовой маркет? А духи? Тристо, тристо. Я думаю, что это какая-то, скорее всего, художница или скульптор. А чайные пары покупают цену. Вот это вот, не, вот это вот, виноград, мне кажется. А в какую цену такой? Двадцатый. Ну, хорошо, давай, я согласен. Они все по двадцать или разная цена? Пять, пять. Погласно. Все по двадцать? Такие походы. Это шестидесятый. Вот какой кувшинчик интересный. Шестидесятый. Вот это шишечка, по-моему. Ну да, эта шишечка тоже за двадцать? Они все по двадцать. Все по двадцать. Пятьдесят рублей штука. Домики только подозрят. Угу. Тут домики можно подозрят. Так что до субботы. Все. Маленький перчик тоже. Витает. Сосонечка. Сосонечка, да, вот это витает. Красивые. В магазине есть что-то подобное. Легкие такие, классные. Ну, эти бокалы, конечно же, я не могла не взять. Ножка, видите, такого розового цвета. Нежного. К сожалению, вот камера, опять-таки, не передает всю красоту и насыщенность цвета. Вот так вот, наверное, будет лучше видно. И на каждом бокале этикетка. На нем написано, на этикетке, Богемия, Чехословакия. То есть, это времен Советского Союза. Богемия. Вот внутри, видите, как ножка в форме звезды или цветка. И нашла я в магазине у Димы точно такую же форму. Такие же бокалы. Но вот, видите, более такой карамельно-коньячный оттенок у ножки. Более насыщенный. Вот, видите, как они отличаются. Но, на самом деле, чуть поярче вот цвет. И бокалы, которые с более насыщенной ножкой, они без этикетки. Вот так для сравнения. Сейчас хорошо должно быть видно. Вот такие, кстати, есть салфетки. Они будут в видео про текстиль, про новый. Пишите, интересно вам или нет. А бокалов 9 штук. 5 штук с более светлой ножкой. И 4 штуки с более темной ножкой. Если кому-то понравилось, пишите. Можете зайти по дюйминам, все девочки, кроме них. Красивые стаканы. В родной коробочке. Так, это серебряная пудреница-флакон. Значит, с одной стороны пудреница, с этой стороны флакончик. Вот здесь раскручивается. Заливаются туда духи. С дарственной надписью от 60-й год. Так, и сейчас покажу, как он открывается. Это серебро. Тоже такая пудреница в продаже. Вот этот серебряный шатлен был продан прямо при мне. Вот я буквально его взяла в руки и подошла уже покупательница. Но нам разрешили это снять для моих зрителей. Такие интересные застежки, старинные монеты. Красивая, эффектная вещь. Также у нас сейчас есть в продаже вот эти красивенные фужеры. Их в наличии 9 штук. Это производство гусь-хрустальный, 70-е годы. Диантарное стекло. Весь орнамент это нарезка вручную. Граненая ножка. Если кого-то интересует такие фужеры, пожалуйста, обращайтесь. В субботу на рынке. Также я купила вот такие вот два бокала. Это Дядьковский хрустальный завод. Видите, вот эта веточка, я так понимаю, это тоже нарезка вручную. Эффектные. И в субботу мы праздновали 10 тысяч подписчиков и выпили уже из них шампанское. Вот видите, такая нарезочка нежная. Красивая ножка граненая. Она хорошо уравновешивает бокал. Ножка такая тяжеленькая. Тоже состояние прекрасное. О том, что ими не пользовались или практически не пользовались. Говорит о том, что вот была сохранена этикетка. Таких бокалов было у продавца 5. Три из них купила моя зрительница. И вот два бокала досталось мне. Я уже покупала недавно. Ну, как на мой взгляд, подобные. Очень эффектно смотрятся в сервировке. Шикарные бокалы. Также ваза вот такая чешская мне попалась. Тоже не смогла пройти мимо. По-моему, 16 сантиметров она в высоту. Состояние также идеальное. Красавица. Такие попадаются и цветное стекло. Но вот в данном случае прозрачная вазочка. И очень эффектно. Видите, как играет искусственное освещение в гранях. Такая мелкая-мелкая нарезочка поверху уазы. Купила я вот такой заварочный чайник. Состояние сервантное хранение. Очень качественный фарфор. Выполнена и деколь. Очень аккуратно. Приятные цвета такие. Нейтральные. С одной стороны большой букет. С другой стороны веточка. Позолоты достаточно много. Видите, в каком состоянии сама крышка. Позолота. Это видно, что им не пользовались. Даже, в принципе, через экран. Сейчас вам покажу внутри, как он выглядит. Клеймо это долбыш. Первый сорт. Отличный чайничек. Если его не выкупят, с удовольствием буду пользоваться сама. В наличии сейчас есть также вот таких шесть бульонниц. Это киевский экспериментальный завод. Посмотрите, сколько позолоты. Также очень качественно сделано. Аккуратно все нанесено. Деколька аккуратная с двух сторон. Видите, рельеф такой на бульонницах. Клеймо. Это второй сорт. Ну, никаких изъянов абсолютно. Здесь ничего нет. Тоже состояние. Супер. Вот таких шесть штучек. Если кому-то нужно, так же можно и поштучно. И можно все выкупить. Вот такая чашечка была одна у продавца. Но состояние так же. Посмотрите на глазурь. Абсолютно новое. Не знаю, была ли к этой чашечке какая-то интересная блюдца. Вот видите, первый сорт. Нужно будет посмотреть в интернете. Но белое блюдце я уж точно к ней подберу. И так же. Либо пойдет в продажу, либо останется у меня в коллекции. Вот такая вот у меня импровизация. Такая сервировочка получилась. И с использованием тех предметов, которые я купила в субботу на барахолке. Видите, как у меня ваза вот эта вот сочетается с персониками, которые я недавно купила. Переставила ее сюда. Пока будет фужеры. Тоже красиво вписались. Вот этот ГДР-овский сервиз кофейный. Так, захотелось выставить и полюбоваться. Но некоторые предметы вы уже видели. Сахарница производства Германия. Тарелочка с прорезным краем. Они у меня постоянно на столе присутствуют. Также еще, по-моему, не показывала вам. Не так давно у меня появились подсвечники. Нужно будет сюда свечки купить. Все никак до хозяйственного магазина не дойду. Сначала они у меня стояли на полке. Теперь я их на обеденный стол переставила. Ну, на сегодня это все, друзья. Спасибо огромное за внимание. Спасибо, что смотрите меня, поддерживаете, подписывайтесь на канал. Я вам желаю всего доброго, всего хорошего. До новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok